Всем привет! Мы на канале Наша жизнь в мире. New life is my life. Мы идем в Сэмсклаб. Это там слева от нас самолет взлетел. Тут аэродром рядом маленький, где частные самолетики летают. Вообще сегодня так по-летнему тепло и красиво. Прямо и снимается карантин, так и хочется жизни радоваться. Да, мы сейчас карточку покажем, мы уже с вами опять будем вместе. Ну вот мы и всем слабим. Народа вообще нет. Ну немножко есть, но очень мало. Что ты хочешь посмотреть? Я думала это брюшки, а это шептики. Народа как-то мало. Мы сегодня попали в час. Посмотрим, будет ли что-нибудь на полках, потому что последние пару раз как-то было очень все грустно и печально. Так, идем. Клубника стала еще дешевле. Ну пойдем туда. В общем, многие говорят о подорожании товаров. Мы можем сказать, что подорожала чуть-чуть куриная грудка, подорожало немножко яйцо, а все остальное даже немножко как бы дешевеет. Зайка, а сок был 5,28 или 5,48? Пойдем туда. Короче, вот по соку надо уточнить. Возможно, на 20 центов подорожал. Зайка, туда можно даже и не идти. Нам надо галлон молока? Нам не галлон молока не надо, у нас есть маленькие эти еще молока. Зай, зайка, галлон давай возьмем, поставим, потому что я тебе честно говорю, может случиться, что потом мы пойдем и вон купим себе этот. Бери вот этот синий галлончик. 2,26 получается молоко? Угу. Это очень хорошее сыно. Сережка, а сон ты хочешь к соку? Ой, к соку блин. Вот этот вот кофемейт оригинальный, ванильный, голубенький, да. Получается он 4,88 стоит, да? Вот и ореховый. Давай ореховый возьмем. Так какой ты хочешь? Можем 2 взять. 2 не влезет в холодильник, серьезно. Какой ты больше хочешь? Мне всего. Бери ванильный. В общем, получается он стоит 4,48, да? А вот 4,98 этот самый, это наверное... Нет, 4,88. А в Сэмс Клабе больше 6, то есть в Смарт Файнал. Зай, нам яйцо надо. Не, не надо, я посмотрела, у нас еще есть. Вот, поэтому всегда выгоднее ходить в Костку и в Сэмсклаб, чем в какие-то другие магазины. В Волмарте он стоит больше 5, а в Смарт Файнал больше 6. Короче, разница от доллара до 2. Сосиски тут не будем смотреть? Нет. А вдруг появились наши? Просто изучить, чего мы бегаем. Не хочешь проверить? Не знаю, здесь вот такие. Фармер Джон. Кстати, про этот завод тоже писали, что у них тоже проблемы с мясом. Ну, вернее, не с мясом, а проблемы с мясом, исходящим от него. Потому что у них тоже поболело очень много сотрудников. И они работают там в треть силы. Здесь опять чего-то нет, мы никогда не можем упасть, когда здесь все будет. Зай, может этого уже вообще и нет пока. Смотри, вот по овощам тоже опять стоят полупустые поддоны. Так, нам нужно обрезать маленькие, маленькие помидорки и одну какого-то перца. Это по одну какого-то перца. Ну, вот тут, видишь, какие-то мяски наложены. Так вот, перчик давай брать. Перец 5.70 за 6 штук. Получается 1 штучка меньше доллара. Это хорошо. Так, идем за помидорками. Нам нужно маленькие помидоры вообще. Бананы $28.3LB. Это получается дешевле даже, чем в ценах. Зай, мятая какая-то коробка. Так, маленькие помидорчики 5.48, 2LB. Кто-то говорил, что мы не говорим вес. Вот, пожалуйста. И на ценнике всегда смотрите, там вот правый, вернее левый верхний угол. Под названием всегда написано. Идем, что еще? Большие? Большие. А помидоры я не знала. А, огурцы большие, да? Так, короче, большие огурцы 2.64 за 3 штуки. Ну, Зай, вот ты знаешь, у них опять они такие, как вот холодные. Вот мороженые. А маленькие вообще не будем брать? Нет. Зай, посмотрите, они страшные. Да, катается страшные. А если вот так сделать? Они все равно все страшные. А если вторую поднять? Давай, поднимайся одну. Ну, я хоть и с детям обычно берешь. Вон, смотри там. Одну. Да? Да. Ну, вот эти, посмотри, они вообще. Так я вижу, какие-то. Да они переморозились. В 3.48 на них Песел стоит, Зайка. Они, наверное, на 2 км и Пасел. За 2 ЛБ. Зайка, нам больших километров вообще не было. Там, считай, целое это стало. Хватает? Может одну хотя бы? Ну, давай. Ладно, давай. Тем более ты сейчас на вообще диетной диете. Эти помидоры 3.78 за 3 ЛБ. И надо Зайка бананы взять, потому что у нас дома нету, а цена хорошая. Отсюда салаты мало, а там ничего не берем. Короче, бананы 1.28 за 3 ЛБ. Сейчас возьмем какую-нибудь лапку одну. Хорошую. Хорошую лапку одну возьмем. Почему бы не эту? Подбитая такая. Клубнику. Короче, бананы выцепил хорошие. Надо было выбирать, были немножко подбитые. Давай мне тачку. Возьмем клубнику и малинку. Жалко, вон малинка стоит. Сегодня малинка, смотри какая. Такая по 4.18. А вишня. Вот такая. За 2 ЛБ 7.98. Ну пойдем посмотрим. Клубничку возьмем. А я наверно 2. Глюбери. Переворачивай только. Тоже хорошая 3.92. Это же наверное органика какая-то зеленая. Они бывают чуть-чуть дешевле, чуть побольше. Это наверное другого. Ну приятно. Сейчас посмотрим клубнику. Сейчас посмотрим клубнику. Клубника вообще класс. 2.92. Мы сейчас 2 коробочки возьмем. Я прям уверен в этом. Прям уверен, уверен. Ну надо смотреть. Почему? Да. Потому что мне кажется, что я на последнее время нарушаю эти хранения. Она же очень вкусная. Думаешь, забавно не скучно? Смотри, такая миленькая и интересная. Как ты думаешь? Ну не знаю. Давай возьмем. Будет хорошо. Честно. Пошли за мандаринками. Мы очень вкусные мандарины купили в Волмарте последний раз. Вообще, блин. Может и во вторник в Волмарке? Давай одну здесь зацепим. Или не будем? Это кстати не мандарин. Это Клементин мандарин. 6.42. А то уже апельсины по 5.93 за 8 лб. А Клементин мандарин 6.42 за 5 лб. Мне вот это не нравится. Я сейчас вот тебе открою новую коробку. И берем. Она нормальная. Да? Угу. Что идем искать? Лимоны давай. А вон крабовые палочки. Лимоны. И если вы видите, то лимиты все равно продолжаются. Накнули. Сохраняются лимитры, да? На яйца кстати тоже было написано. Так. Крабовые палочки 5.98 за 2 лб. А лимоны 2.96 за 3 лб. Такая шеточка. Да. Так это как было. Идем шариться по мясу. Ну вот куриная грудка дорогая лежит. Типа, которая без антибиотиков, без всякой типа фигни. Ну я как бы в это мало верю. Я считаю, что она вся одинаковая. Все это маркетинг. 2.53 получается за сколько здесь? За паунд. 2.53 за паунд. Это дороже на 80 долларов, чем обычная, которую мы берем. А вон лежит еще какая-то грудка. Тоже дементированная. Ну короче, она пропадает. Ее надо брать с утра и до блюда. Такая, что по цене у нас. Ну цена не изменилась. Мы будем брать грудку или нет? Мы не знаем. Мы думаем. Ну у нас мясо готово как бы. Вернее, мы пришли за зеленью. А сейчас начинаем сомневаться, да? Ну ты думай. Так, что по красному мясу? Я смотрю, полные полки более-менее лежат. По красному мясу сегодня лучше, чем в прошлый раз. Да? И ребра вот есть всякие. А что вот это, зайка? Ребра? Это надо брать на мангал? Да, это ребра, смотри. 2.36 за паунд. Ой, колбаса. Колбаса, ты что? Он же только съел колбасу. О, сегодня мы будем брать немняшки, я уверен. Ну давай, колбаса Оладдин. А ты же хотела, помнишь, взять какие-то типа... Типа ты хотела взять, помнишь? Смотри, три вида колбасы. Прикольная какая ерунда. Я не вижу зайка. Она итальянская, наверное, да? Я не знаю. Короче, вот так она. Одиннадцать сорок восемь стоит. Нет, тоже я там. За сколько? За один лб? За один лб? За один лб? А наша? Американская? Да. Класс. Три вида. Надо будет сейчас попробовать. На кофе, товарищ Мишка. Мне кажется, что это будет очень острое. У нас будет три. Да. Она... Да, наверное, не писала. Не знаю. Нет, мы ее сейчас не будем брать. Я просто... А мы сейчас пойдем брать русский сыр. Сережа, на самом деле, я посмотрела, что мясо... Мясо было больше, конечно. Но сегодня хотя бы он не голый. А вот хвост питона, смотри. Он столько же стоит? Нет, Сережа. Он стоит 3,47, потому что это органик. Типа другой хвост. Еще хвоста нет. И вон какие-то сосиски, наверное, дорогие лежат там. Да. Только по 3,47. А обычно, скажем, у меня органик стоил $42, что-то такое. Блин, ну $42 это в 2,5 раза дешевле, дороже. Да. В общем, получается... Сменины нет. Сменины нет. Получается, свинины нет, и она поддорожала. Зая, а вон сосиски пошли, посмотри. Что с сосисками? А, это какая-то большая связка 6LB. Не, мне просто интересно было. Я не то, чтобы брать, а что почем, как вы хотите. Мы сейчас пойдем русский сыр брать, и что там рядом еще, на попробуем. Ну, вон, наверное, какие-то острые колбаски, смотри, можно брать, пробовать на этот самый... На мангальчик. Ну, на мангальчик их надо брось, чтобы согреть. Вот пальцем тыканые есть, смотри. Итальянские. 13,98 за 5LB. Так, ну ладно, это не наша цепь, пошли в нашу цепь. Блин, русского сыра пошли забирать быстрее, мало осталось. Чтобы эти двое не забрали его. Бежим, бежим. Смотри, они идут и смотрят на него. Такими злыми и голодными глазами. Так, и что только... А, нет. Зай, он идет двойной. Да. Один? Берем один. Ну, конечно, один. И, зай, давай возьмем сегодня вот эти еще попробовать. Хочешь какие-то хочешь? Да, я хочу вот эти попробовать. Скуки. Дуки кофе какие-то. Короче, что это такое? Соколад чип, орео. Скушай это, это, наверное, будет классно. У нас место в холодильнике. Берем. 9$ одна такая фигня. Так. Ладно, а потом в следующий раз еще что-нибудь отсюда возьмем. Нам надо будет еще взять вот такой вот какой-то сырок, зайка. Не, я не хочу. Так. Куда теперь? Что еще? Ну так, шути нам не нужны. Мы здесь хотим посмотреть. Давай двойную посмотрим. Какую? Это сюда нужно куда-то уйти. Ну пошли. Она прям заказывала, заказывала ее? Да. Не вот эту Айс свою? Нет, нет, нет. Не вот эту, что ты пила? Нет. А, вот эту вот газированную. Да. В узких баночках. Ты, наверное, нужно в Попску будет заезжать. А мы будем сегодня поезжать в Попску? Я не знаю. Как ты скажешь? Ну, как-то за одну эту водичку выкупили. Не, ну можно заехать. Нам на заправку все равно надо ехать. А, ну давай тогда там. Потому что я там ее однозначно не знаю. А посмотри, лимит на воду где-нибудь написан или нет? Нет. Сняли на воду лимит? Нет. Я, честно говоря, все баночки вообще нигде не помню. Костки я видела. Да? В прошлый раз. Давай купим, потом что-то мы забыли и все. Ну что, похоже на воду лимит, наверное, сняли. Просто стоит вода. И все. Куда идем? Короче, мы решили немножко вернуться. Когда-то мы где-то видели десерты, не купили. Решили сегодня взять, но его мы не видели. Возможно, его и нет. Сейчас посмотрим. Не, зайка, он не здесь, он в торце стоял. Где? Там. Вон 8,58 может это он. Ну, в следующий раз так, в следующий раз. Может быть, этот сок может быть? Может быть. Может быть. Так, пойдем одну. Там же нет, там уже пошли. Не, не, не. Он стоял именно вот здесь вместо сыра. Так, принято волевое решение, все что-то пить курицу. Да, одну курицу. И заставить ее нести яйца. Бери пакетик. Пакет где-то там, наверное. Оно около мяса я видел. Я займу очередь за курицу, а то и за пакет. Сейчас принесется. Короче, сейчас в самсклабе есть аттракцион. Называется, попробуй открыть пакет. Главное раньше он отсутствовал. Когда теперь, получается, не на пальцы нельзя поплевать, послюнить. И дунуть через маску в него нельзя. И такой вот стоишь и не знаешь. Пакет есть, а как открыть не знаешь. Давай, наверное, возьмем вот эти одни лыси. У нас же пати будет. Завтра, послезавтра. А теперь как-то не вылазимся. Что делать? Какая у нас работа смотреть кино. На прошлые выходные мы смотрели последний киногерой. Это было нечто. Мне больше понравилось, чем кино смотреть, наблюдать за Антошем. У него столько эмоций было и обсуждений после фильма. Это вообще... Он пребывал в культурном шоке. Так, где наши шкуры? Так, пойдем шкуры покупать. В этом ряду не вижу. Может, нам еще вот такого пакета зацепить, если это то, что я думаю? Это то, что ты думаешь. Вот это? Ну. Попкорн? Он с этим, с карамелью и сыром. Давай. Короче, мы берем еще вот такой вот микс попкорна. Это карамель и сыр. Это самое лучшее изобретение, которое можно придумать для пати, чтобы сидеть и хрустеть. Давай я буду толкать. И сейчас пойдем еще поищем еще один десяток. Только что неправильно сделано в этом пакете. В него сначала насыпается попкорн с карамелью, а потом сверху насыпается попкорн с сыром. И чтобы его равномерно кушать, его надо специально перетрясти, перемиксовать. Иначе будет неинтересно есть. А когда он полный пакет, это делать, в общем, неудобно. Поэтому приходится пересыпать в разные миски. Так, ну наш десерт пропал. Его нет. Зашибись. 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 В общем, тачку набили. Идем на кассу самообслуживания. Самообслужимся. А там расскажем, сколько получилось. Говори. 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 В итоге мы потратили сто двенадцать долларов, там без пару центов. Говори. Пока Сережка рассчитывался на кассе. Ну, на этом. Ну, на кассе, скажем. Я сейчас ходила, покопела. В общем, на памперсы. Гигиену. Да. На памперсы до сих пор лимит одна упаковка на одного покупателя. Так что? Так, наряд на машину ездит задним ходом. Так что пока лимиты еще сохраняются. На курицу тоже лимит три упаковки. На яйца. Свинины, в принципе, получается, как бы, очень маленький выбор. И она дорогая. Вот. Походу с ней сняли лимит, наверное, только на воду. Вот. А сейчас мы еще пойдем в Костку, глянем, что там происходит. Купим Катаринке водичку. Если найдем ту, которую хотим. Вот. И да. Вы были на Гринаде Насу сейчас в Америке. My life is my life. И увидимся в интернете. Пока-пока. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok